Единый подход для более эффективной работы. На его выработку у специалистов системы профилактики правонарушения несовершеннолетних два дня. Ровно столько продлился семинар для заместителей директоров по воспитательной работе, педагогов-психологов и социальных педагогов. Прежде всего, конечно, здесь цель данного семинара – научить их единомыслить. Потому что даже сегодня, я думаю, что вы успели заметить, что кто-то сорвался и побежал, неважно, в три ночи, в пять ночи, а кто-то живет просто по распорядку, который у него существует. И кто-то живет по распорядку дня. У меня вот все, рабочий день закончил, никаких вопросов ко мне быть не может. Поэтому пока они четко не будут понимать цель каждого своего действия, не планировать вот этот результат, который должен быть, у них не будет вот этого единения. За два дня участники семинара изучили не только теоретический материал, но и реальные кейсы. Конечно, обменялись опытом, еще раз подчеркнули роль классных руководителей, которые зачастую оказываются ребенку ближе, чем родители. Мы заняты родители зарабатыванием денег, а душевно поговорить, услышать, послушать своего ребенка нам бывает некогда. Поэтому, опять же, здесь выходит на арену классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе. Без профилактики правонарушений и без надзорности несовершеннолетних никак не обойтись. Но такие мероприятия должны проводиться не для галочки. Об этом тоже говорили участники семинара. Чтобы это не было просто позвонил, не дозвонился, провел непонятно зачем, потому что сейчас профилактические мероприятия, они, к сожалению, носят такой уведомительный характер. И у нас либо старшеклассники спят на этих профбеседах, либо просто радуются, ура, меня сняли с контроши по математике. Как только мы научимся давать четкое ТЗ, мы будем получать четкие результаты от тех специалистов, которые пришли. Результат встречи – готовые материалы для дальнейшей работы, своеобразная настольная книга для тех, от кого напрямую зависит благополучие детей.